Десна ТВ Такое сопротивление Сводка криминальных происшествий за неделю В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 97 заявлений и сообщений На старт, внимание, марш! В Десногорске прошел спортивный праздник для детей Занятие спортом на сегодняшний день очень важный момент В Смоленске прошел 15-й съезд глав муниципальных образований региона Губернатор области Алексей Островский потребовал строго соблюдать реализацию национальных и региональных проектов на Смоленщине Для эффективного использования выделенных для этого денег необходимо снижать уровень коррупции, халатности и непрофессионализма ответственных лиц Особое внимание уделено пустующим землям региона Глава области отметил, что такие участки могут и должны приносить прибыль За решением этого вопроса теперь ежемесячно будут следить его профильные заместители Также губернатор напомнил о программе комфортной городской среды Он считает, что муниципалитеты весьма пассивно участвуют в этом федеральном проекте Смоленская область Поле битвы времен Великой Отечественной войны уникальны по своему масштабу и трагичности В том числе и у Десногорска немало мест, которые стали последней взятой высотой для сотен и сотен солдат Об одном из них далее в сюжете Деревня Богданово недалеко от Десногорска По словам местных жителей, здесь фашисты в очередной раз столкнулись с уникальным боевым духом советских солдат Противостояние Красной Армии натиску неприятеля заставило последнего отступить на десятки километров от этой высоты В немецких книгах написано, что впервые встретились немцы во время войны с 1939 года Значит, такое сопротивление, ни за одну европейскую столицу не было таких жестоких боев Поисковые отряды продолжают находить здесь немых свидетелей войны Останки солдат, оружия и предметов амуниции С недавних пор здесь установлен монумент Памятник 109-й танковой дивизии Красной Армии В августе-сентябре 1941 года именно она смогла сдержать натиск неприятеля Организаторам, вдохновителям всем, кто приложил руку к тому, чтобы эта память была в наших сердцах Спасибо им и давайте будем не забывать о наших дедах, о наших прадедах и вечная им память Силами ветеранов Смоленской АЭС, а также всех неравнодушных жителей монумент был открыт в октябре 2018 года Общими стараниями здесь планируется создать полноценный культурный объект Место, где можно вспомнить о подвигах Красной Армии и почтить минуты молчания тех, для кого эти подвиги стали последними в жизни И со временем это место станет культовым местом И в этом месте будут собираться по памятным датам жители близлежащих населенных пунктов Сегодня свой вклад внесли школьники из села Остер Смоленской области Юные смоляне и все присутствующие продолжили благоустройство памятника Было высажено несколько десятков саженцев фойных деревьев Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Многодетным семьям предоставят до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки Деньги можно будет использовать как на оплату действующего ипотечного договора, так и на оплату процентов Для этого многодетной семье нужно будет обратиться к своему кредитору С заявлением о списании части ипотечного кредита на сумму до 450 тысяч рублей В случае, если заявка соответствует всем условиям программы Сумма будет перечислена на счет банка, который проведет досрочное погашение кредита Этот закон вступит в силу 25 сентября нынешнего года Льгота распространяется на молодые семьи с не менее чем тремя детьми О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 97 заявлений и сообщений Из которых два преступления, оба преступления раскрыты Телесных повреждений 15, ДТП с техническими повреждениями 9, прочие 69 Раскрыто одно ранее совершенное преступление Выявлено 96 административных правонарушений Из них за нарушение правил дорожного движения 71 Антиалкогольные статьи 15, прочие 10 Преступление террористической направленности недопущено и не выявлено Магазины алкогольной продукции и объекты общепита в жилых домах вызывают все больше недовольства местных жителей Нередко такие места становятся местом для сбора шумных компаний и последующих правонарушений Идея запретить продажу горячительных напитков обсуждается и в Госдуме Там рассматривают законопроект, наделяющий регионы правом вводить запрет на продажу алкоголя в многоквартирных домах Решением для таких мер станет собрание собственников квартир дома, в котором расположен магазин или питейное заведение Инициатором нововведений стал Роспотребнадзор Именно туда обращаются недовольные сомнительным соседством жители многоквартирных домов Ведомство негодование граждан разделяет и поддерживает 20 сентября на стадионе спортивной школы Десногорска прошли массовые соревнования для юных горожан Спартакиада была приурочена к 45-летию города Как боролись ребята и кто отличился в этом году, смотрите в сюжете Праздник спорта и здоровья был организован городским комитетом по культуре, спорту и молодежной политике Несмотря на прохладную погоду, помериться своими силами на открытом воздухе пришло много маленьких спортсменов День начался с соревнования «Веселые старты» Дети с задором и весельем проезжали дистанцию на велосипедах и самокатах Далее прошла легкоатлетическая эстафета Юные любители бега разных возрастов соревновались в быстроте и скорости на дистанции 60 и 100 метров Занятие спортом на сегодняшний день очень важный момент И рекомендую всем родителям отдавать своих детей в различные спортивные секции В завершении праздничного дня была проведена дружеская футбольная встреча между юношами 2006-2008 года рождения На зеленом газоне встретились команды сборная спортивная школа и физкультурно-оздоровительного комплекса Десна Директор спортивной школы Валерий Платонов отметил, что все мальчики и девочки с удовольствием и азартом участвовали в спортивных соревнованиях и командных играх Наш город богат на спортивные таланты Мы знаем, что и гребцы, и шахматисты, и борцы, и футболисты, и боксеры Это все виды спорта, которые проставляют наш город на спортивной арене за пределами города и Смоленской области Интересные и увлекательные эстафеты вызвали массу эмоций у детей Ребята показали свою силу, ловкость, скорость, а также сплоченность и умение поддержать товарища Решил принять участие в этой эстафете по просьбе моего учителя физкультуры Я человек спортивный, мне нравится бегать Мне нравится очень футбол, и я играю на позиции нападающего И в каждом матче практически забиваю Все участники соревнований получили сладкие призы, победители и призеры – грамоты Организаторы «Спартакиады» выразили благодарность школьным педагогам по физической культуре За подготовку юных спортсменов и помощь в проведении мероприятия Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснатовы В октябре Государственная Дума рассмотрит законопроект по реформе ОСАГО Главное нововведение – дифференцированный тариф на покупку полиса Чем опаснее сервождение автомобилиста, тем дороже для него обойдется страховка Надбавки за полис предусмотрены за грубые нарушения Например, езда в нетрезвом виде или проезд на красный сигнал светофора В то же время аккуратные водители заплатят меньше Вместе с тем, сведением новых коэффициентов предлагается отменить действующие Территориальный коэффициент и надбавка за мощность двигателя Так как на потенциальные риски влияют не эти факторы, а сам водитель В конце выпуска о погоде 24 сентября в Десногорске облачно возможен дождь Днем плюс 7, ночью около 3 тепла На этом выпуск завершен Еще больше интересного на нашем сайте desnodefistv.ru А также в наших официальных группах в социальных сетях Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм Программу вел Олег Соловьев Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok